Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112. В студии Эльвира Фазлиева и сегодня вы увидите. Три человека погибли, один в тяжелом состоянии. Страшная авария в Нижнекамском районе. Тормозить не пытался. Холом пьяный, он его пьяный. Водитель внедорожника на полной скорости протаранил легковушку. От изготовления до сбыта. Обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков. Полицейские обнаружили целое производство синтетических наркотиков. Три человека погибли в страшной аварии недалеко от деревни Сухарево, что в Нижнекамском районе. Трагедия произошла накануне около 9 часов вечера на 71-м километре трассы Нижнекамск-Чистополь. Там столкнулись два легковых автомобиля «Лада Калина» и «Фольксваген». Последний отбросило на вахтовый автобус. Погибли все, кто находился в иномарке. Сергей Хайдаров расскажет детали. «Лада Калина» В результате двух столкновений у «Фольксвагена» на дорогу вылетел двигатель, а кузов автомобиля превратился в груду искореженного металла. В результате столкновения погибли три человека. Это все погибшие находились в одном автомобиле. В Калине не только ехал один водитель. Очевидцы происшествия остановились, помогли ему. Он вылетел из салона автомобиля. Погибшим водителю и пассажиру «Фольксвагена» было 29 и 30 лет. Вместе с ними в машине находилась 22-летняя девушка. К моменту прибытия скорой помощи она была жива, но по дороге в больницу скончалась. Водитель «Лады Калины» сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Молодой человек получил множественные ранения и тяжелую черепно-мозговую травму. Вступил в тяжелом состоянии, в состоянии травматического шока. Были проведены обследования, диагностические мероприятия. Показаний на момент госпитализации и данный момент для операции нет. Травма головы, тела, конечности, то есть поле травмы. Поэтому травматический шок сохраняется. По предварительной версии водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фольксвагеном». Отчего и на марку и отбросило в автобус. Теперь следователям предстоит подтвердить или опровергнуть эту версию. А также выяснить, действительно ли перед трагедией имели место гонки на трассе. Сергей Хайдаров, Светлана Шумкова, Максим Липин. Вызов 112. Страшная авария произошла сегодня днем в Лаишевском районе. По предварительной версии, недалеко от поселка Усады водитель джипа Гранд Чироки на высокой скорости протаранил Тойоту Короллу. Удар был такой силой, что от иномарки осталась лишь груда бесформенного металла. Люди, находившиеся в салоне легковушки, были срочно госпитализированы. С места происшествия репортаж Айрата Назипова. А эти ехали на учебу два пацана. Одному ногу оторвал, или обе ноги. Сейчас операцию делают. Второго с башкой что-то. Все, кто видел разбитые автомобили, невольно задавались вопросом о возможности выжить в такой ситуации. Водитель и пассажир Тойота родились, что называется, в рубашке. Машина, в которой они находились, от удара изменилась до неузнаваемости. Джип ехал со второстепенной дороги. Не снижая скорости, ударил Тойоту Короллу. И произошло вот столько потерпевших появились. А скорость, например, какая была? Скорость, со слов активистов, значит, километров 90. В предварительной версии внедорожник выехал со второстепенной дороги, пересек главную и протаранил стоящую возле магазина Тойоту. Отсутствие тормозного пути говорит о том, что вероятнее всего водитель джипа даже не пытался остановиться. Я уже слышал, когда вот они, вот тут стекло увидел, когда они тут. Ну, молодой парень лежал на земле. У меня, говорит, а что с ногой было, да? Ну, да, почти от уровня до колена. Водитель внедорожника сильно не пострадал. Все очевидцы в один голос говорят, мужчина был сильно пьян. От медицинского освидетельствования он отказался. Они буянили, а что он буянил-то? Он хлам пьяный. Он его буянил. Критит просто на всех, критит, как будто он не виноват. Вероятно, виновника аварии доставили в отдел полиции. Возможно, тем самым стражи порядка спасли его от расправы. Ответственность, которую понесет виновник, будет зависеть от тяжести травм, которые получили пострадавшие. Айрат Назип Моразайнулин, Вызов 112. Пытался скрыть свое состояние за погодными условиями и мокрой дорогой. На улице Мира водитель Деонексии протаранил впереди идущую машину. Удар был сильным. В результате пострадали несколько человек в обоих машинах. Предполагаемый виновник рассказал, что не заметил машины из-за дождя и плохой погоды. Сотрудники автоинспекции увидели и еще одну причину. Алкотестер показал, что за руль мужчина сел в нетрезвом состоянии. Матвей Опросин расскажет подробности. Ни работа, ни желание сесть за руль не помешали водителю Деонексии отметить День Победы. Последствия празднования зафиксировали автоинспекторы. То, что мужчина находится в нетрезвом состоянии, первым заподозрил водитель другого автомобиля Деонексия, в который на улице Мира сзади врезалась белая иномарка. Мужчина рассказал, что препятствия впереди не заметил, мол, помешала плохая погода. Дождик прошелся. Состояние дороги не учел. В первую очередь он не учел собственное состояние, прежде чем сесть за руль, уверены очевидцы. То, что мужчина находился в состоянии опьянения, подтвердил и Алкотестер. Но вот сам мужчина с ним согласен не был. То, что находился в нетрезвом состоянии, он отрицал. Нет, нет, не было. От машины пахнет. От машины пахнет. От машины его не пили, да? Нет. Чтобы успокоить и поддержать мужа, на место приехала и его жена. Только увиденное девушку саму повергло в шок. Знаешь, как он стоил, я ничего не понимаю. В обеих машинах, рассказали очевидцы, находились пассажиры. Различные травмы получили 4 человека, но от медицинской помощи отказались. Сильнее всего пострадал пассажир, находившийся в машине предполагаемого виновника аварии. Судя по всему, он не был пристегнут ремнем безопасности и поэтому пробил головой лобовое стекло. Теперь водителя белой Деонексии ждет суд, который, вероятно, лишит мужчину водительских прав и наложит на него штраф в 30 тысяч рублей. Матвей Опросин, Динара Камалова, Азат Самиголин. Вызов 112. Опрокинулся и парализовал движение. Минувшим вечером на автодороге столбище «Песчаные ковали» водителя многотонника не справился с управлением, в результате чего грузовая машина опрокинулась на бок. По словам очевидцев, все произошло из-за легковой машины, которая при перестроении на свою полосу после обгона подрезала длинномер. Из кабины мужчина смог выбраться самостоятельно. По некоторым данным, ему в результате происшествия оторвало палец, он получил множество ушибов и был госпитализирован. Упав на бок, грузовик в буквальном смысле заблокировал движение по этой дороге. Водители остальных машин были вынуждены объезжать лежащий на боку грузовик по обочине. Многотонник с помощью крана поставили на колеса спустя несколько часов после происшествия. 80-летний мужчина попал под колеса «Лады» 14-й модели сегодня днем на улице 2-я Азинская. Мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу. По предварительной версии, пересечь всю пятиполосную дорогу на зеленый свет пожилой человек не успел. Когда до обочины оставалось несколько метров, сигнал переключился. Водитель рассказал, тронулся на зеленый свет, и тут перед капотом появился человек. От удара пожилой мужчина получил закрытую червенно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировала прибывшая на место бригады скорой помощи. Там вот на зеленом остановился, начинал трогаться, ну поехал, а он вот здесь вот, уже на красном, считай, прыгнул. Даже не смотрит, он пьяный, видимо. Наркосбытчик с секретом. Полицейские казани задержали 26-летнего казанца. Его подозревают в распространении запрещенных веществ бесконтактным способом. Тот факт, что молодой человек играл не последнюю роль в криминальном бизнесе, оперативники поняли, когда нашли его подельников и выявили настоящую нарколабораторию. Айрат Назипов увидел масштабы криминального производства. Его задержали в конце апреля. Полицейские заподозрили, что 26-летний казанец занимается сбытом наркотиков через интернет. Подозрение укрепили найденные у него больше 50 граммов синтетического наркотика мефедрона. То, что наработал не один, полицейские выяснили довольно быстро. Спустя несколько дней стражи порядка задержали и его подельников. В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый распространял наркотики совместно с пятью своими знакомыми в возрасте 19 и 26 лет, среди которых 19-летняя ранее судимая за кражу девушка. Уголовное дело заиграло новыми красками, когда оперативники обыскали гараж одного из задержанных. На месте было найдено свыше 900 граммов гашиша, но главный сюрприз ждал их впереди. В садовом домике отца другого задержанного обнаружена лаборатория по производству синтетических наркотиков. Там же были изъяты компоненты и приспособления для изготовления и расфасовки синтетики, а также приготовленные для сбыта более 850 граммов мефедрона. Завершение расследования и вердикты суда подозреваемые будут ожидать под арестом. Айрат Назипов, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.